всем привет дорогие друзья с вами даналия как давно не записывал видео просто ужас да девушка вы мне тут мешаете меня спросила моя ученица из моего клуба и она спросила как ты так быстро качаешь лошадей ты только недавно купила лошадь она у тебя уже 15 я спрашиваю я быстро качаю поверьте для меня мне кажется что я качаю медленнее черепахи но мне стало интересно все таки потому что я для себя уже давно выработала такую скажем так схему по которой я качаю лошади если у меня реально есть цель прокачать лошадь то все у меня есть вот можно сказать готовый в моей голове справочник я беру и по нему четко все делаю и сегодня в сегодняшнем маленьком видео я хочу вам рассказать о том как я как я качаю лошадей у меня был такой период что я купила себе кучу 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 иска я купила себе кучу лошадей и я не захотела их качать то что не видел вне в них никакого смысла чтобы они были жутко быстрыми меня вообще это бесило вот но потом в какой-то момент меня задело то что я хочу кататься на определенной лошади к примеру на тренировках тогда у меня еще не было своего клуба вот и я хотела ехать первым в первых рядах где-то там или вообще самый первый ехать вот а скорости просто не хватало самая лучшая амуниция у меня там 20 уровень и как бы а уровень лошади вообще там 11 1 1 и поэтому меня жутко начала раздражать то что я не могу примеру блистать первые все и там второй третий в строю там допустим на сером англичане то что у меня уже был англичанин я вот докачал до 15 а серый у меня стоял в конюшне первого левела у меня куча лошадей оказалась первыми левом то есть вообще штук 10 наверно вот начали я как дело я брала качал их всех по одной поверьте это плохая идея потому что ты быстро от этого устаешь вот буквально в этом месяце я поняла как нужно качать лошадей так когда их у тебя много их много и они все там ну первого уровня допустим как у меня были я брала каждую лошадь и вот как только она получала один уровень плюс я ее ставила в стойлой до них точнее брала следующую и так у меня за один день пока не все маленького уровня были у меня могло три четыре лошади получить плюс один левел потом уже они уже получали две лошади в день плюс один левел и вот так вот я докачала своих десятерых лошадей до десятого уровня и решила отдохнуть пока что потому что я купила себе шведы вот я взялась за него и докачала его быстренько до пятнадцатого даже я признала что быстренько значит какая у меня схема прокачки я живу на ферме стива вот нет я не начинаю с фермы стива но может быть иногда когда уже совсем не остановится в тягость кататься по своей схеме в общем схема вы начинаете с морланда можете своим ходом может с транспортировкой если у вас мало времени то лучше конечно коневоз вы начинаете в морланде потом вы едете форт пинта из форт пинта вы едете на ферму стива с фермы стива вы едете вот на ферму марли где продаются мустанги вот сюда вот оттуда через поле вы едете значит в обсерваторию и в дорожку баронессы оттуда вы через поля опять же едете на виноградники потом в конный манеж если у вас открыта долина золотых храмов ну значит все по порядку в начале ферма джаспера потом в лесу скачка потом вы возвращаетесь на ферму джаспера и через коневозку попадаете в конюшню золотого листа и значит делаете все так все вот вот этот кусок у нас готов ну кроме вейлдала ну да потом что вы делаете вы значит телепортовались туда где вы живете что я делал дальше я ехала на коневозке в этом в конюшне юрвика выполняла все там потом я ехала на остров падока выполняла там две скачки значит конкурную и по всему островку скачка потом я ехала к ярлхейму выполняла здесь скачку оттуда на фирму грандл вот потом уже я если я хочу вывод до выполнить скажем так весь этот кусок я еду в деревушку полумесяца выполняю там скачку потом я еду в нью хилкрост выполняю там скачку и через мост я еду на южные копыта и выполняю скачки на южную копыту все вся вот эта часть эпоны вместе с южным копытом у нас уже по скачкам выполнена потому что я делал дальше я в зависимости от того как мне хочется я ехал значит опять телепортировалась к себе домой я еду либо в вейлдейл либо в фиргробе но обычно я чаще всего начинаю с вейлдала я прохожу там две скачки потом вы либо пешком либо на коневозке на озеро вейлдейл попадаете там вы проходите две скачки утра с 2 потом вы значит через горы или на коневозке опять же вы попадаете фиргробе и приходится три скачки там вот потом уже на коневозке я еду в мист фол выполняю все скачки там потому что вот в мист фоле для меня самые тяжелые скачки потому что чуть 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 отвлекся чуть-чуть задумался все ты уже проиграл и там есть несколько мест где ты вот просто как будто там прозрачная стена какая-то или прозрачный камень и ты вечно в него врезаешься я не могла по 5 или по 10 раз одну гонку пытаться пройти потому что меня вечно что-то отвлекало и меня это уже бесило и в итоге мист фола в пролете оказывался и если допустим вот вы все это пробежали вот по этой схеме который рассказал и у вас вот не хватает одной скачки то тогда уже вы скрипя сердцем идете в дсд долин спрятанного динозавра и проходите каким-нибудь образом вот ту скачку если у вас лошадь не переносит холода флаг вам в руки вперед на первых уровнях это невозможно я там не могла перепрыгнуть первые препятствия там где лед с водой я не могла допрыгнуть никак поэтому я плюнула и вот пока лошадь у меня там с первой по пятой левел я сюда даже не заглядывал вот и как как это происходит я просыпаюсь очень рано я спицы у меня организм сам по себе такой но еще иногда мне приходится у подстегивать ставить будильник но сейчас я просыпаюсь обычно в 7 утра 76 утра мне уже это в привычку вошло то есть у меня была цель качать лошадей потом мне уже не надо было мне надоело я говорю все я больше не буду тем не менее я проснулась на следующее утро и все равно села качать лошадей то что это у меня уже вошло в привычку я перед работой качал лошадей и как бы мне это даже уже не в тягность это уже привычка вот значит я просыпаюсь завтрак приношу к себе на стол ставлю там попить чаёчек морсик что вы хотите не знаю чем вы завтракаете я включаю себе в ютубе звуки леса то что без звуков леса я в ссс играть не могу мне это мне это очень приятно мне это очень нравится и сажусь и вот значит качаю вот все вот по вот этой схеме морланд пинта и так 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 далее далее потом значит эпона с южным копытом потом уже вот эта часть и мистер крайняк дезы вот по такой вот схеме я и качаю своих лошадей ничего сложного все предельно просто и ясно это значит вот схема это во первых во вторых вы каждый день выполняете одни и те же скачки в одном и том же порядке вас уже это уже начинает раздражать возьмите просто и поменяйте местами выполнения скачек то есть вот вы допустим где виноградников вы выполняете скачка виноградников потом такая-то скачка и в обратную сторону поменяйте порядок идите снизу вверх то есть в обратную сторону потом обычная и как бы по всему винограднику скачка я же чаще всего делают так я скачу в обратную сторону выбирая гонку потом уже беру скачку хозяйства виноградников а потом уже вот скачку по этому куску и с манежем тоже самое то же самое на конюшне золотого листа везде где есть скачки по три штуки фергрови тоже меняйте их местами иногда вас это будет тогда не сильно напрягать вы не будете так быстро уставать от да вы будете знать что это будет те же самые скачки но из-за того что вы уже поменяли порядок их выполнения вас это не будет так сильно угнетать потом что еще что еще вот опять же номер три вариант вам нужно прокачать лошадь но в этом качать ее уже третий день она вам она вам уже надоело то есть вы вы ее купили вы и восторгались вы ее так долго хотели проходит три дня вам нужно прокачать ну если вы прям зависимы от скорости и она вам надоедает как только вы чувствуете что вам уже начинает зудеть что вам это неприятно присаживайтесь ногу ложь которую еще нужно качать у меня было штук 10 таких лошадей я каждый день вот значит там две разные лошади плюс леву на следующий день то же самое плюс леву потом они надоел порядок этих лошадей их поменяла по-другому начала брать вот и как бы это уже не надоедает тоже так сильно когда вы сидите вы целыми целый месяц качали лошадей и вот у вас допустим лошадь которую вы сейчас катаетесь самое любимое она 14 уровня и вам остался один уровень даже меньше чем один уровень у меня там уже 14 чем-то xp есть и вам вот вы смотрите на эту карту вы понимаете что все уже вы не можете тренировать своего женщина не можете проходить эти скачки вас уже просто тресет от всего этого возьмите и начните все делать в обратную сторону то есть я обычно еду вначале в южное копыто и вы так это ты 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 потом телепорт там вниз по из мессифовве любви потом конечно задоль mas the toy и вот так вот все вот все в обратную сторону все те же самые куски только в обратную сторону. Это помогает, кстати. Это вас тоже, опять же, сбивает с толку, и вы не понимаете, что... Ну, как бы, вы понимаете, что это скачки, но это уже что-то другое. Как-то, как-то не так, как раньше. Вот в этом-то висит прикол. Обмануть свой мозг. Вот так вот. Ну, в принципе, всё я рассказала вам, как всё это у меня происходит, как я качаю своих лошадей. Я вам показала свой секретный... секретную карту, скажем так. Показала, рассказала, как я всё это делаю. Рассказала способы. Если вам это понравилось, не будьте вредными людьми. Поставьте мне лайк. Потому что, мне кажется, это полезная информация. Если вы качаете лошадей, она вам поможет. Потому что я иногда наблюдаю, что, вот, я участвую в какой-то гонке, ко мне присоединяется человек, он тоже выполняет эти же задания. Вот. Но вместо того, чтобы он бежал со мной, там, допустим, вот мы выполняем, вот тут вот. Вместо того, чтобы побежать сюда, или сюда, он бежит вообще куда-то туда. А потом я его встречаю в итоге, там, спустя час на виноградниках. То есть, время он не рассчитал вообще. Ребят, вот эта схема, это экономия времени. Если вы постараетесь вас ни с чего-нибудь отвлекать, у вас на всё это уйдёт, ну, наверное, час. Я не знаю, может быть, я, наверное, как-нибудь сяду за секунду. Просто у меня нет обычной возможности сидеть и выполнять это задание просто без перерыва. Мне вечно что-то, или кто-то, отвлекает. В общем, спасибо за просмотр. Я желаю вам удачи в прокачке. Любите своих лошадок. Вот. Желаю, чтобы они у нас все были прокачаны, ухоженные. И да будет нам свежо и хорошо в этой игрушке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok